До других тем. С установлением ледового покрытия на водоемы вышли рыбаки, однако заняток это довольно рискованный. На Гомельщине лик загинувших уже открытый, с рыбалки не вернулись три человеки. Как попередить рост сумной статистики, профилактические рейды проводят литерально каждый день. Одним из них побывала Ганна Ковалева. Не глядя на морозы, лед на водоемах еще тонкий, максимум 15 сантиметров. Беспечным и он станет протушенил 25 сантиметров. В опытной рыбаке вызначают стрывало следу по колере. Прозрыстый, зеленоватым, тесиним оттенем самонадеянный. А вот белый, теселтоватый, в два раза тончайше. Али зараза ценить, яхо складана. Водоемы накрыты снежным покровом. Это правило может не спрятовать еще и тому, что лед формируется кропково. Тому вырытовальные сродки повинны быть заусюды про собе. Те протремливаются этого рыбаки, проверила специальная комиссия. Не поспеши ступить на лед, супрацовники АСВОД, МНС и милиции сустракают перших рыбаку и першее порушение. А где спасательные жилеты? В машине он не должен быть. Вы идете на лед, тем более идете на лед. Все, учтем, этого больше не будет. Наступный сустречный из Новбиска-Мизельки. С кожным таким рыбаком вырытовальники проводят размовы и уручают памятки с правилами безопасности. Среди них не сбираться на льду группами, держать дистанцию и стеркаться незамерзлых лунок. При выходе на лед мы, конечно, рекомендуем рыбакам, в первую очередь, это спасательный жилет. Потому что спасательный жилет, он всегда поможет удержаться на воде какое-то время и до прихода помощи. Второе, что мы рекомендуем постоянно, это иметь веревку 15 метров, где-то, может быть, 15-20 метров. С грузом на другом конце петлей завязывается сюда. С 30 человек на заливе Ракисош только один у вырытовальной комизельцы, рыбак с великим стажем. И при этом одежда женщина на леде Наталья Губская. Кажем, притремливаться правила обеспеки навлучшил в опыт. 8 марта уже был лед шипел. Мужчина подошел ко мне, короче, дедулька, 73 года ему, подарил мне такую коробочку, там эти поплавки. И пошел туда, вот это место, и, короче, под берегом, а там метров пять. Бегали мы, ой-ой-ой. Не знали, что делать, так? Спасли, спасли, вытянули, он бедненький уже не шевелился. Это хорошо, вы были вместе, а если был один человек, вот вы одна идете, да? Ну, я стараюсь поближе к людям. Официйная из обороны на рыбалку заразняма тому, як-то ущеня леду, перевышая 7 сантиметров. Миновито таки норматы указаны у правилах оховы житя людей на водах, як допущальная минимальная норма. С кожным днем рыбаку на водоемах все больше, и на Гомельщине такие рейды все лето проводят что дня. За пошние два тыдня их отбыло все больше за сто, и у кожным фиксовали факты безотказности. Зачастую на лед выходят у нас дети, а также рыбаки. Поэтому родителям необходимо обратить внимание, что не нужно оставлять своих детей без присмотра, а тем более обезопасить это от выхода на тончайший лед. Рыбакам, конечно же, запретить выход на лед мы им не можем, запретить зимнюю рыбалку. Поэтому в первую очередь им нужно помнить, что их дома ждут близкие.